Школа искусств классика славится своими учениками. Ежегодно они становятся лауреатами и дипломантами разных конкурсов и фестивалей. Учебный год только начался, а в школе уже прошел конкурс этюдов. И еще одна традиция – первую четверть завершает концерт пианистов, который посвящен Международному Дню Музыки. Блистала, по-моему, блистала сегодня музыка. Музыка, музыка и музыка. У кого-то лучше получилось, у кого-то хуже. Но в основном это, конечно, любовь к музыке, любовь к нашим преподавателям. Потому что начало года, и мы можем дать уже вот такой вот концерт. С поздравительного класса и до выпускного. День Музыки широко чествует именно фортепианный отдел – одно из самых больших по количеству и именитых по наградам и званиям отделения. На сцене ученики разного возраста исполняют любимые произведения, большинство из которых – классика с мировым именем. Пожелать прежде всего прекрасного настроения и желания заниматься музыкой, желание бежать в школу к своему педагогу, к любимому, желание просто любить музыку и жить в музыке, ходить на концерты, играть, музыцировать просто так и, конечно, работать, работать, работать. Среди юных пианистов – стипендиат и губернатора Подмосковья – это особая гордость школы. Я была очень рада этому. Я мечтала всегда получить стипендию губернатора. Для воспитанников школы классика музыка – это огромный мир. Возможно, они не станут великими композиторами, но эти удивительные моменты – прикосновение пальцев рук к клавишам рояля останутся в их памяти на всю жизнь. С каждым разом получается все больше и больше. Музыка, конечно, понадобится в жизни, потому что музыка – это, говорится, то, что математика это, и музыка всегда пригодится в жизни любому человеку. В эту школу я поступил в четыре года. Но у нас это немного даже традиционно. У нас мама играет, старшая сестра играет, младшая сестра. Сейчас подготовительный класс. Вот и я. Такой концерт – это хорошая возможность показать свой уровень владения инструментом. Впереди новые конкурсы и победы, а сейчас время музыки. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцо». Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцо». Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцо». Продолжение следует...